Всем привет! Как и многие из вас, я периодически затариваюсь на Алиэкспрессе. И если раньше это была всякая дешевая бесполезная чушь, то в последнее время я покупаю только действительно полезные вещи. И есть у меня несколько вещей, которыми я действительно пользуюсь постоянно. И я вам решил о них рассказать. Непременно у вас дома есть батарейки. Много батареек. Пальчиковые, мизинчиковые. Они еще используются в пультах, радиоуправляемых игрушках, фонариках, ну и прочие мелочи. И конечно же у вас возникала такая проблема, что есть кучка батареек, ну какие-то из них свежие, а какие-то уже разряженные. А вы точно не знаете. Конечно, можно взять в руки мультиметр и замерить напряжение на каждой из батареек. Но согласитесь, это занимает много времени. Особенно если нужна пара батареек, а мультиметр лежит где-то далеко, а кучка старых батареек большая. На помощь придет, конечно же, тестер для батареек. На мой взгляд, этот девайс действительно из разряда must-have. А он бывает в нескольких вариантах, у меня вот такой вот, надо признать, не самый компактный. У него стрелочный индикатор с зарядом, который показывает напряжение батарейки или аккумулятора. Только не в вольтах, а в наглядной трехцветной шкале. И если стрелочка находится в красной зоне, то такую батарейку уже можно выбрасывать. При этом устройство выступает и в роли небольшой нагрузки. То есть если у батарейки или аккумулятора напряжение просаживается при минимальной нагрузке, то прибор это покажет. Тестер поддерживает пальчиковые, мизинчиковые, плоские элементы питания с напряжением 1.5 вольта, а также элементы питания формата крона на 9 вольт. Ссылки на самые дешевые тестеры я оставлю в описании. Если вам нужно определить годность батарейки, а под рукой нет ни тестера, ни вольтметра, то вам может пригодиться вот такой вот лайфхак. Приподнимите на небольшую высоту батарейку от стола и отпустите ее. Если она свежая и заряженная, то она будет стоять вертикально. Если она изрядно подсевшая и остаточная емкость невелика, то ей будет тяжело остаться в вертикальном положении, и она постоянно будет падать. А если у вас на столе лежит куча кабелей и проводов, например для зарядки гаджетов, то вам несомненно пригодится вот такая вот маленькая штучка. Это органайзер для проводов. Они бывают разных видов, но суть у них одна. Зафиксировать кабель в нужном месте, чтобы он не болтался и не мешался. У меня лично на столе их две штуки. Одна сверху, которая держит кабели для зарядки, вторая снизу, которая держит кабели, подключенные к компьютеру. Их я использую для подключения портативной техники. Как я уже говорил, они бывают самых разных видов, разных размеров, есть даже магнитные органайзеры. Но все их объединяет одно, относительно невысокая цена и высокая практичность. Пользы от таких малышей очень много. Ссылки на популярные модели я оставлю в описании. И раз уж мы заговорили о зарядке, то наверняка вы сталкивались с проблемой одновременной зарядки нескольких гаджетов. Смартфон, планшет, электронная книжка, пауэрбанк, фитнес-браслет. Это уже 5 девайсов, а значит 5 зарядных устройств и 5 занятых розеток. Как-то сложно. На самом деле есть простое решение. Это многопортовые USB зарядные устройства. Я уже тестировал несколько моделей разных брендов. И могу сказать, что если брать проверенный бренд, то такая зарядка будет отлично выполнять свою работу. Есть самые разные модели. И маленькие коробочки с кучей USB портов, и большие. И даже в виде подставки для планшетов, и сетевые разветвители со встроенной зарядкой. В общем, выбирайте на свой вкус. Я же лично пользуюсь двумя моделями. Первая это Lexant LP6Q на 6 портов, включая USB Type-C. И обычный USB с поддержкой технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Общей мощностью 50 Вт. Второй это Orico QSE 5U, мощностью 40 Вт, с 5 портами USB, один из которых поддерживает Quick Charge 2.0. Да, эти модели не дешевы, но они действительно упрощают задачу одновременной зарядки нескольких гаджетов. При этом они занимают мало места и требуют всего лишь одну розетку. Например, одну такую зарядку я всегда вожу с собой в отпуск, и вам тоже советую. Ссылочки, как всегда, будут в описании. На этом все. Большое спасибо, что смотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось и самое главное оказалось полезным. С нетерпением жду ваших лайков, комментариев и, конечно же, подписок на канал. Меня по-прежнему зовут Максим. Вы смотрели хп.ру. Всем пока.